Продолжение следует... 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 Сообщается, что эти протесты направлены якобы против незаконной разработки минеральных ресурсов и экологических последствий такой разработки для прилегающих районов. ООН, которая не присутствует в Лачинском коридоре и не присутствует в районах под мандатом российских миротворцев и не имеет возможности подтвердить или проверить эти заявления. Насколько мы понимаем, в настоящий момент протесты продолжаются. В последние дни и Армения, и Азербайджан написали письма Генеральному секретарю и Совету безопасности ООН относительно последних событий, заявляя о нарушении согласованных обязательств другой стороной и опровергая заявление друг друга. Обе стороны по-разному описывают события и ситуацию. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которое подписали руководители Армении, Азербайджан и Российской Федерации. Сообщения и заявления в СМИ от российских миротворцев в регионе говорят о том, что некоторые гуманитарные и медицинские товары все же были поставлены. Принципиально важно, чтобы население, в особенности нуждающиеся в помощи, получило возможность свободно перемещаться и получило доступ к базовым услугам. Мы в этой связи приветствуем приверженность миротворческого контингента Российской Федерации содействовать и обеспечению безопасному проходу через коридор. Господин председатель, в заявлении от 14 декабря генеральный секретарь отметил, что с обеспокоенностью следит за развитием событий вокруг Лачинского коридора. Генеральный секретарь призвал стороны снять напряженность и обеспечить свободу и безопасность передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. Генеральный секретарь также подтвердил свою поддержку нынешним посредническим усилиям в регионе. Страновые группы как в Армении, так и в Азербайджане продолжают сохранять открытые каналы общения с властями и готовы отреагировать на новые гуманитарные потребности, если поступит такая просьба и если позволят это сделать условия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я благодарю... Продолжение следует... 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 Брифинг. 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 Спасибо, господин председатель. Я благодарю БГС Енчу за брифинг. Мы приняли к сведению письма на имя Совета со стороны послов Армении и Азербайджана. Хотя у них разные освещения событий. Эта информация помогает нам понять события на места, их динамику и последствия для населения. Брифинг. 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 Как согласовали обе стороны, российский миротворческий контингент может находиться в районе и организует передвижение товаров, людей и транспорта по этой дороге. Что касается беспокойности по поводу разработки минеральных ресурсов, призываем обе стороны участвовать в переговорах для выхода на взаимоприемлемые решения. Диалог – оптимальное решение любому вопросу. В этом контексте напоминаем о встрече армянского и азербайджанского лидеров на полях саммита в Праге в октябре, когда они согласовали направление наблюдателей ЕС на армянско-азербайджанскую границу. Мы слышали от ПГС ЕНЧИ, что это правильный шаг в правильном направлении, приветствуем его. Это особенно важно подчеркнуть, что обе стороны выразили приверженность к подписанию мирного соглашения как можно скорее. Мы придаем огромное значение его важности не только для стабильности приграничных районов, но и в целом для урегулирования мирным путем всех вопросов. Нет альтернативы для мирного решения путем дипломатии, который, как мы надеемся, приведет к подписанию мирного соглашения. Чем скорее Армения и Азербайджан начнут двигаться в этом направлении, тем лучше будет для народов обеих стран и всего региона. Спасибо. Я благодарю представителя Албании за заявление. Далее я передаю слово представителю Китая. Господин председатель, я благодарю ПГС Йенчу за брифинг. Китай принимает к сведению письма Армении и Азербайджана на имя председателя Совета безопасности и генсекретаря ООН соответственно относительно ситуации в Лачинском коридоре. Мы выражаем обеспокоенность по поводу нынешней ситуации и ее гуманитарных последствий. Считаем, что ситуация вокруг Лачинского коридора должна урегулироваться путем диалога и консультаций. Россия провела большую работу в этой связи и добилась позитивного прогресса. Мы приветствуем его. Надеемся, что при добрых услугах России и других заинтересованных сторон спор между Арменией и Азербайджаном в отношении Лачинского коридора будет урегулирован. Как можно скорее. Господин председатель. Армения и Азербайджан. Тесные соседи. Достижение общей безопасности и развития через сотрудничество отвечает основополагающим интересам обеих стран. Последние годы Армения, Азербайджан и Россия выпустили три трехсторонних заявления и договорились о прекращении боевых действий, об экономическом транспортном сотрудничестве и о пограничных вопросах. Проявив политическую волю обеих стран к урегулированию этих проблем политическими и дипломатическими средствами, призываем Армению и Азербайджан. На основе трехсторонних заявлений и при добрых услугах России и других заинтересованных сторон пойти навстречу друг другу и надлежащим образом урегулировать спор между двумя сторонами. На основе универсально признанных норм международного права и норм ведения международных отношений мы поддерживаем любые дипломатические усилия, способствующие этой цели и будем играть конструктивную роль в этой связи. Спасибо, господин председатель. Я благодарю представителей Китая за заявление. Далее я передаю слово представителю США. Спасибо, господин председатель. Благодарим ПГС ЕНЧУ за сегодняшний брифинг. США глубоко обеспокоены нынешними препятствиями в использовании Лачинского коридора и растущими гуманитарными последствиями этой ситуации. Четко заявлю, препятствия для использования Лачинского коридора отбрасывают назад мирный процесс. Они подрывают международное доверие к этому процессу. Они могут принести потенциально тяжелые гуманитарные последствия. Мы призываем правительство Азербайджана и другие стороны, отвечающие за безопасность коридора, восстановить свободу перемещения, в том числе для гуманитарных и торговых перевозок, как можно скорее. Мы воодушевлены восстановлением газоснабжения населению Нагорного Карабаха. Любые попытки препятствовать этим услугам – это угроза для гражданского населения Нагорного Карабаха. Это неприемлемо. США и далее будут призывать все стороны проявлять сдержанность и прекратить немедленно все шаги, подрывающие мирный процесс, а также соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву. Нерешенные претензии Армении и Азербайджана должны урегулироваться через мирные переговоры. Переговоры – это единственная возможность выйти на прочный мир. Международное сообщество должно сделать все возможное и поддерживать усилия для дипломатического урегулирования достижения мира. Время показало, что не может быть одностороннего военного решения в этом конфликте. Обе стороны должны заявить о приверженности к дипломатическому процессу и восстановить прямые каналы общения через дипломатические каналы. Все стороны должны активизировать дипломатические контакты и добиваться прогресса в нормализации отношений через всеобъемлющее устойчивое мирное соглашение. Необходимо добиться всеобъемлющего урегулирования в переговорах всех оставшихся вопросов. Мы привержены устойчивому прекращению огня и мирному решению этого конфликта. Мы по-прежнему активно участвуем в двустороннем, многостороннем формате с нашими партнерами для достижения этой общей цели. Готовы и дальше содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном в двустороннем, трехстороннем формате и в координации с партнерами, включая ЕС и ОБСЕ, для достижения долгосрочного мирного урегулирования в этом конфликте в соответствии с нормами международного права, включая Устав ООН, а также Хельсинский заключительный акт. В заключение хочу еще раз подтвердить важность выработанного в переговорах всеобъемлющего урегулирования всех оставшихся вопросов между Арменией и Азербайджаном. Спасибо. Я благодарю представителя США. Далее я передаю слово представителю Российской Федерации. Господин председатель, благодарим помощника генсекретаря ООН Мирослава Йенчу за его брифинг. Отмечаем участие в заседании постоянных представителей Армении и Азербайджана при ООН. Обеспокоенная информация о блокировании Лачинского коридора, вызванном разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений региона. Лачинский коридор обеспечивает связь Нагорного Карабаха с Арменией. Согласно заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, Лачинский коридор находится под контролем российского миротворческого контингента, который остается гарантом стабильности в регионе и эффективно выполняет свои задачи. Важно, что при подписании упомянутого заявления стороны взяли на себя соответствующие обязательства, которые должны неукоснительно соблюдаться, в том числе, чтобы не возникали проблемы для жизнедеятельности гражданского населения. Рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время. Российская сторона по линии Министерства обороны, командования российского миротворческого контингента, а также Министерства иностранных дел на протяжении последних дней предпринимает все необходимые усилия для скорейшего урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Организованы регулярные контакты с азербайджанскими и армянскими партнерами. В результате этой работы удалось добиться возобновления подачи газа в Нагорный Карабах и частичного разблокирования движения по коридору. Согласовываются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Нагорном Карабахе. Господин председатель, рассчитываем на выполнение всех достигнутых при посредничестве России договоренностей о прекращении огня и неприменении силы. Призываем Азербайджан и Армению проявлять сдержанность и воздерживаться от шагов, способных повысить градус напряженности, а также соблюдать договоренности в рамках трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года. Убеждены, что полная имплементация положений данных заявлений является наиболее устойчивой формулой для нормализации отношений Баку и Еревана. Все четыре документа носят комплексный характер, неразрывно связаны, и их положения вытекают одно из другого. Их выполнение обеспечит условия для формирования устойчивого мира на Южном Кавказе, что отвечает интересам не только государств региона, но и всех его соседей. Настроены на то, чтобы продолжать оказывать Баку и Еревану все необходимое содействие в целях реализации договоренностей в тех формах и объеме, которые приемлемы для обеих сторон. Продолжает свою работу трехсторонняя рабочая группа по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Очередное заседание данной группы состоялось 6 декабря. Кроме того, совместно с армянской и азербайджанской сторонами продолжаем работу по подготовке мирного договора. Исходим из того, что все спорные вопросы между Арменией и Азербайджаном должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами, а в части, касающейся пограничных вопросов, в рамках работы двусторонней комиссии по делимитации армян-азербайджанской границы при консультативном содействии России. Я благодарю за внимание. Я благодарю представителей Российской Федерации за это заявление. Сейчас слово имеет представитель Соединенного Королевства. Спасибо, господин председатель. Благодарю ПГС Янчу за весьма полезную информацию. Соединенное Королевство по-прежнему весьма обеспокоено недавним перекрытием Лачинского коридора. Мы рады тому, что поставки газа в регион восстановились, но мы по-прежнему призываем к немедленному открытию коридора. Лачинский коридор – это единственный путь, по которому могут поставляться товары в первой необходимости в коридор. Закрытие этого коридора в течение более недели может иметь тяжелые последствия для гуманитарной ситуации, особенно зимой. Мы также с обеспоносностью отмечаем, что гражданские лица, которые застряли из этого закрытия, им нужно обеспечить их беспрепятственное возвращение. Мы взаимодействуем с правительствами Армении и Азербайджана. Только посредством демоплатии в соответствии с принципами Устава ООН можно обеспечить прочный мир. Соединенное Королевство по-прежнему поддерживает усилия по переговорам, которые направляются международным сообществам, и направлены на обеспечение стабильности мира в регионе. Благодарю вас. Я благодарю представителям Соединенного Королевства за это заявление. Далее слово имеет представитель Бразилии. Прошу вас. Господин председатель, благодарю ПГС Мирослава Енчу за представленный доклад. Бразилия с обеспокоенностью получила сообщение об ограничениях свободы перемещения в Лачинском коридоре. Право проезда по дороге является одним из основных элементов трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Любые препятствия, независимо от предлогов, ставят под угрозу благополучие населения Нагорного Карабаха и угрожают процессу примирения между Арменией и Азербайджаном в рамках конфликта, в котором погибли уже тысячи людей. К счастью, напряженность в последние несколько дней не вылилась в эпизоды насилия. Мы призываем стороны продемонстрировать аналогичную сдержанность в их риторике с тем, чтобы жесткость их выражений не была истолкована в качестве подстрекательства к возобновлению боевых действий. Крайне важно сохранять открытыми каналы для диалога и принимать меры по укреплению доверия с тем, чтобы объективно прояснить факты и найти прагматичные решения. Мы принимаем к сведению усилия по посредничеству Российской Федерации, которые содействовали возобновлению поставок газа в регион. Мы призываем других членов действовать аналогичным конструктивным образом, чтобы предотвратить эскалацию кризиса и чтобы избежать опасности ухудшения гуманитарной ситуации. Господин председатель, заявление от 9 ноября 2020 года определяет первоначальную дорожную карту для миростроительства. Необходимо, чтобы стороны воздерживались от действий, которые могут привести к нарушению его положений, с тем, чтобы создать условия для того, чтобы созданная комиссия могла обеспечить демаркацию двусторонней границы и выполняла успешно свой мандат. Благодарю вас, господин председатель. Я благодарю представителя Бразилии за это заявление. Сейчас слово имеет представитель Кении. Спасибо, господин председатель. Благодарю помощника генерального секретаря господина Мирославу Янчу за брифинг. Кения серьезно обеспокоена сообщениями о сохраняющемся блокировках в Лачинском коридоре, который, насколько мы понимаем, крайне важен для гуманитарного доступа в регион Нагорного Карабаха. Мы призываем обе стороны обеспечить деэскалацию нынешней напряженности и сотрудничать для обеспечения свободы и безопасности перемещения в коридоре в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями. Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы стороны проявляли максимальную сдержанность и воздерживались от любых действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации. Они в особенности должны воздерживаться от использования неправильной информации и дезинформации, в том числе через социальные сети. Это может вызвать панику среди населения и подорвать усилия, направленные на сдерживание ситуации и восстановление спокойствия и взаимопонимания. Господин председатель, военного решения для любого конфликта, включая этот, быть не может. Но использование инструментов, предусмотренных в Уставе ООН для мирного урегулирования споров, включая консультации и переговоры, обеспечивают наилучшие шансы на устойчивые результаты. Поэтому мы призываем заинтересованные стороны продолжать работать с обеими сторонами, чтобы найти все мельчие и устойчивые урегулирования конфликта и обеспечить нормализацию отношений на основе взаимного признания и уважения, суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках их границ. Наконец, господин председатель, позвольте вновь подчеркнуть, что необходимо стремиться к диалогу в качестве первичной иной воли реалистичного варианта при урегулировании конфликтов. Две стороны должны вести его в духе доброй воли. При наличии политической воли и решимости, такое взаимодействие со временем приведет к реальным результатам, которые будут полезны для обеих стран и их народов. Благодарю вас. Благодарю представителя Кении за это заявление и предоставляю слово представителю Мексики. Спасибо, господин председатель. Господин председатель, как и другие ораторы, которые выступали до меня, я благодарю помощника генерального секретаря Енчу за представленную нам информацию и также приветствую представителей Армении и Азербайджана. Мексика с обеспокоенностью следит за нарастанием напряженности в связи с ситуацией, которая сложилась в Лачинском коридоре. Весьма тревожит возможные последствия этой ситуации для гуманитарных поставок, для населения этого региона в условиях, которые вызывают еще большую беспокойность, поскольку они усугубляются зимним периодом. Если блокада на перемещение автомобилей и лица сохранится, мы призываем обеспечить свободное перемещение на протяжении всего коридора в соответствии с положениями заявлений от 9 ноября 2020 года и призываем соблюдать нормы международного права, в особенности международного гуманитарного права. Мексика вновь призывает стороны соблюдать и в полном объеме выполнять все положения указанного соглашения и урегулировать разногласия путем диалога с целью подписания мирного соглашения, которое бы содействовало установлению региональной стабильности. Мы призываем всех международных акторов, которые могут взаимодействовать со сторонами, призывать стороны к урегулированию разногласий дипломатическим путем. Но прежде всего призываем стороны избегать любых действий, которые могут привести к росту напряженности или вызвать эскалацию насилия. Человеческая цена во время предыдущих кризисов уже была слишком высокой и необходимо избегать любых ситуаций, которые могут угрожать гражданскому населению. Благодарю вас за внимание. Благодарю представителя Мексики за это заявление. Слово предоставляется представителю Норвегии. Спасибо, господин председатель. Благодарю ПГС Енчу за брифинг. Мы сожалеем о том, что напряженность в последние недели растет. Норвегия в особенности обеспокоена событиями в Лачинском коридоре и тем, как это может привести к дальнейшей дестабилизации региона. Блокирование коридора уже имеет тяжелые гуманитарные последствия. Медицинские товары и поставки медицинских товаров и медицинская эвакуация были прерваны. Любые нарушения таких поставок товаров и услуг первой необходимости вредят в первую очередь узелимым группам. Этого нужно избегать любой ценой. Мы призываем стороны соблюдать соглашение в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В особенности мы призываем Азербайджан гарантировать безопасное перемещение по Лачинскому коридору. Создание гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе не отвечает интересам ни одной из сторон. Решение необходимо искать в рамках диалога дипломатических инициатив. Призываем стороны продемонстрировать максимальную сдержанность, принимать шаги для дискалации ситуации и вернуться за стол переговоров в духе доброй воли и без предварительных условий. Господин председатель, приветствуем то, что Совет Безопасности рассматривает этот вопрос сегодня. Международное сообщество не может просто переждать этот шторм в надежде, что он просто уйдет. Мы вновь подтверждаем поддержку текущим усилиям по посредничеству в регионе и приветствуем усилия со стороны международного сообщества, направленные на содействие в процессе переговоров. Благодарю вас. Я благодарю представителя Норвегии за это заявление. Слово имеет представитель Ганны. Спасибо, господин председатель. Хотела бы прежде всего поблагодарить помощника генерального секретаря Мирослава Енчу за брифинг о ситуации в области безопасности между Арменией и Азербайджаном с акцентом на последние события в Лачинском коридоре. Я вновь подтверждаю поддержку Ганны усилиям ООН, направленным содействием в поиске долгосрочного урегулирования давнего конфликта между двумя соседними странами. Также приветствую присутствие представителей Армении и Азербайджана, которые участвуют в этом заседании в соответствии с правилом 37. Моя делегация приняла к сведению обеспокоенность, выраженную Арменией в ее письме от 18 декабря 2022 года, а также соответствующее письмо Азербайджана от 19 декабря 2022 года, которые направлены на имя председателя Совета. Поэтому призываем стороны отложить в сторону взаимное обвинение и вступить в диалог, чтобы урегулировать любые обеспокоенности. В качестве друга Армении и Азербайджана Ганна по-прежнему обеспокоена напряженностью, которая существует в странах на протяжении столетий, которая периодически превращается в вооруженные конфликты, что ведет к гражданским военным жертвам, а также уничтожению инфраструктуры. Сохранение этнической, культурной и исторической идентичности народа, который, как мы знаем, в основном влиял на конфликты. Требования двух сторон и международного сообщества продолжать работать вместе, чтобы наметить пути для мирного существования двух народов в рамках современной концепции государства по международному праву. В дополнение к сегодняшнему брифингу хотела бы сделать четыре замечания. Первое. Мы вновь призываем к деэскалации напряженности. Настоятельно призываем обе стороны воздерживаться от любых односторонних действий и риторики, которые в прошлом легко могут перейти в вооруженные боевые действия. Хотя государственные власти стремятся к укреплению мира через осуществление существующих соглашений о прекращении огня, сами общины должны быть привержены урегулированию своих споров между посредством диалога и конструктивных мер. В связи с Нагорно-Карабахским конфликтом призываем местных лидеров и гражданское общество поддерживать мирные усилия путем содействия межобщинного диалога и избежания действий, которые ведут к большему разрыву. Второе. Призываем стороны сохранять приверженность полноценному усилению трехстороннего заявления, который, по нашему мнению, является важным шагом для полного прекращения боевых действий. Мы постепенно урегулируем конфликты и нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Все стороны должны обеспечить постоянное осуществление своих обязанностей в соответствии с условиями трехстороннего заявления 9 ноября 2020 года, включая условия пункта 6, касающиеся Лачинского коридора. Также важно, чтобы процессы разграничения и делимитации границы проводился на основе установленных норм международного права и Устава ООН с особым учетом принципов взаимного признания территориальной целостности, неприменения силы или угрозы силы при приобретении территории и принципов мирного урегулирования споров. Третье. Настоятельно призываем к международной поддержке в целях нормализации отношений между двумя странами. Учитывая, что европейский континент уже столкнулся с значительным хаосом в связи с войной на Украине, а также с другими неустойчивыми ситуациями, в интересах международного мира и безопасности гарантировать деэскалацию напряженности в регионе Южного Кавказа, осуществление мер по укреплению доверия поможет укрепить хрупкий мир, который сейчас сложился между двумя сторонами. Международное сообщество должно также играть роль в содействии переговорам, направленным на полное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта и будущий мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Мы по-прежнему поддерживаем текущие международные усилия по посредничеству со стороны российских миротворцев, а также взаимодействия со стороны Совета Европейского Союза, Минской группы сопредседателей ОБСЕ и ОДКБ. Чтобы полностью использовать преимущества этих мирных усилий, они должны быть согласованными, координированными и основаны на принципах международного права и устава ООН. Мы также настоятельно призываем обе стороны оставаться открытыми и приверженными различным усилиям по посредничеству, направленным на достижение прочного мира, которым их народ не могли наслаждаться уже долгое время. Четвертое, подчеркиваем, необходимо себе их сторон приоритетировать гуманитарные интересы гражданского населения, действия, которые могут нарушить облагающие права человека, народу, включая право на свободу перемещения, необходимо избегать. Любые реальные или предполагаемая блокировка Лачинского коридора должны рассматриваться в качестве срочного вопроса, чтобы обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение всех лиц и коммерческих грузов. Наконец, позвольте подтвердить приверженность ГАНЫ общему стремлению к Совету к миру безопасности и стабильности между Арменией и Азербайджаном и во всем регионе Кавказа. Благодарю вас. Я благодарю представителя ГАНЫ за это заявление и предоставляю слово представителю Ирландии. Спасибо, господин председатель. Благодарю также помощника генсекретаря Енчу за брифинг. Господин председатель Ирландия, как и другие ораторы, серьезно обеспокоены текущими блокировками в Лачинском коридоре, которые начались 12 декабря и имеют тяжелые последствия для местного населения. Без свободного передвижения лиц товаров, продовольствия и медицинских товаров по этому жизненно важному коридору населения Нагорного Карабаха, скорее всего, столкнутся с гуманитарным кризисом этой зимой. В качестве членов Совета мы должны сделать все возможное, чтобы избежать этого и предотвратить еще одну катастрофу, которая возникнет во время нашего срока полномочий. Ирландия поэтому призывает азербайджанские власти немедленно и без предварительных условий восстановить свободу и безопасность перемещения по Лачинскому коридору в соответствии со трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. В качестве государств-участников Международного пакта о гражданских и политических правах Армении и Азербайджан имеют обязательство обеспечить право на мирное собрание. Любое легитимное усиление этого права необходимо уважать, но при этом обеспечивать, чтобы оно не угрожало общественной безопасности, общественному здравоохранению и правам и свободам других людей. Сейчас пришло время для того, чтобы проявить сдержанность и деэскалацию. Пришло время сдержанным относиться к своей риторике и воздерживаться от угроз и провокаций. Пришло время продолжать важные усилия по примирению, чтобы избежать ненужных жертв. Беспокоенность должна и может урегулироваться посредством диалога и консультации с заинтересованными сторонами. Приветствуем шаги предпринятыми лидерами Армении и Азербайджана для преодоления их разногласий и достижения прочного и долгосрочного мира в регионе. Ирландия поддерживает урегулирование на основе переговоров, которое было бы комплексным и устойчивым, включая определение долгосрочного статуса Нагорного Карабаха. Мы по-прежнему полностью поддерживаем международный формат Минской группы ОБСЕ для достижения этой цели. Мы решительно поддерживаем продолжающееся активное взаимодействие Европейского Союза в поддержке сторон в их важной работе по мирному регулированию остающихся проблем, в том числе в рамках бруссельского диалога. Вместе с партнерами по ЕС Ирландия поддерживают общую цель Южного Кавказа, где люди смогут жить в мире безопасности и процветании. Я призываю всех нас за этим столом сделать то же самое. Благодарю вас. Я благодарю представителя Ирландии за это заявление и предоставляю слово представителю Габона. Спасибо, господин председатель. Я благодарю помощника генерального секретаря Мирослава Енчу за весьма четкое представление о ситуации в Лачинском коридоре, а также о напряженности между Арменией и Азербайджаном. Мы обеспокоены информацией, полученной о закрытии Лачинского коридора с 12 декабря. Этот факт может привести к гуманитарному кризису. Право на передвижение по коридору необходимо гарантировать. Для нас важно извлечь уроки из широкомасштабных столкновений в сентябре на границе между двумя сторонами, которые привели к начисленным жертвам. Мы призываем все стороны воздерживаться от провокационной риторики, которая может подпитать это противоречие. Стороны должны соблюдать соглашение о прекращении огня, которое было подписано в сентябре. Мы принимаем к сведению позицию, выраженную властями Азербайджана, которые подчеркивают экологические риски, связанные с эксплуатацией природных ресурсов в этом районе. Независимо от того, какая ситуация сложилась, необходимо провести независимое расследование, чтобы установить факты и проинформировать Совет безопасности о реалиях на этой дороге, которая жизненно важна для получения населением товаров. Мы подчеркиваем необходимость продолжения переговоров на основе трехстороннего заявления с тем, чтобы прийти к согласию относительно важнейших вопросов, а именно подписания мирного договора, делимитация границы. Мы призываем обе стороны дискалировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы снизить напряженность и улучшить повседневную жизнь пострадавшего населения, в особенности сейчас, в зимний период. Учитывая, насколько неустойчивая ситуация на местах, международное сообщество должно мобилизовать усилия, чтобы поощрять диалог для достижения решения, которое обеспечит мирное сосуществование двух стран. Мы поощряем все региональные инициативы, которые могут привести к установлению прочного мира. Благодарю представителям Габона за это заявление. Сейчас я сделаю заявление в качестве представителя Индии. Благодарю ПГС Йенчу за то, что он представил нам информацию о последних событиях, касающихся ситуации на армянско-азербайджанской границе. Сообщения касательно блокировок Лачинского коридора указывают на тяжелые последствия для поставок жизненно важных товаров, таких как продовольствие и медикаменты, в Нагорный Карабах. Этот вопрос серьезно нас беспокоит, и он может превратиться в гуманитарный кризис. Мы присоединяемся к Генеральному секретарю и призываем к деэскалации напряженности и обеспечению свободы и безопасности передвижения по коридору в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями. Мы подтверждаем поддержку текущих усилий по посредничеству в регионе. Мы постоянно придерживались позиций о том, что такие споры нужно урегулировать посредством дипломатии и диалога. Мы призываем обе стороны стремиться к использованию дипломатических каналов, чтобы выработать долгосрочные мирные решения. Мы по-прежнему подчеркиваем, что глобальный порядок базируется на международном праве, уставе ООН, уважении территориальной целостности и суверенитета всех государств. Сейчас я возобновляю свои функции председателя Совета. Я предоставляю слово представителю Армении. Господин председатель хотел бы выразить признательность индийскому председательству за созыв сегодняшнего чрезвычайного заседания. Срочность этого вопроса связана с ситуацией, которая представляет собой развивающийся гуманитарный кризис, созданный Азербайджаном в результате введения незаконной блокады против населения Нагорного Карабаха, что напрямую нарушает существующие обязательства, в частности трёхстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а также его международные обязательства, проистекающие из основополагающих принципов международного права, прав человека и гуманитарного права. С 12 декабря безопасные передвижения людей, а также поставки продовольствия и медикаментов населению Нагорного Карабаха фактически запрещены, поскольку Азербайджан начал массовую кампанию протестов при спонсировании государством вдоль Лачинского корибора, заблокировав единственный путь поставок, который идёт Нагорный Карабах. Действия Азербайджана являются прямым нарушением трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, а именно пункта 6, который предусматривает, что Лачинский коридор обеспечивает связь между Нагорным Карабахом и Арменией, остаётся под контролем миротворческого контингента Российской Федерации, и что Республика Азербайджан гарантирует безопасное передвижение граждан автомобильных средств и грузов вдоль Лачинского коридора в обоих направлениях. Конец цитаты. Организовав незаконную блокаду Лачинского коридора под надуманным предлогом экологической беспокойности, Азербайджан фактически совершает нападки на население в 120 тысяч человек, изолируя их во время сложных гуманитарных условий во время зимнего сезона. Блокада этого крайне важной гуманитарной линии жизни привела к многочисленным сбоям и серьёзным сложностям. Как минимум 1100 гражданских лиц застряли вдоль заблокированной шоссе в течение последней недели и не могут вернуться в свои дома. Дети отделены от своих родственников. Предоставление медицинских услуг и социальных услуг затруднено, что вызывает жизненно опасные ситуации и страдания людей. Перевозка пациентов на срочное лечение в больницах Армении стала невозможной, что уже привело к смерти тяжело больного пациентом. С 12 декабря зафиксирован только один пример перевозки пациента. Это операция, которая потребовала сотрудничества многих заинтересованных сторон, включая миротворцев и МККК. Это явно указывает на то, что коридор по-прежнему закрыт для перемещения населения. Вопреки утверждениям азербайджанской стороны, дефицит продовольствия и других жизненно важных товаров уже отмечается, поскольку 4000 тонн поставок по-прежнему не достигли пункта назначения. Средневековая осада народа Нагорного Карабаха усугубляется нарушением поставок газа в течение трех дней подряд в тяжелых зимних условиях. Отсутствие отопления фактически остановило все процессы обучения в школах, что лишает детей их базового права на образование. Господин председатель, тревожная ситуация в Нагорном Карабахе приближается к гуманитарной катастрофе. Несмотря на усилия миротворцев на местах, переговоры властей Нагорного Карабаха с азербайджанской стороной с целью восстановления безопасного и неограниченного использования коридора пока не привели к никаким результатам. Скоординированным характер действия Азербайджана, включая предшествующие инциденты против гражданского населения и критически важных объектов инфраструктуры, это еще одно доказательство того, что закрытие Лачинского коридора – это действительно заранее спланированная операция, которая осуществляется властями Азербайджана с целью навредить гражданскому населению и создать широкомасштабный гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе. Заявление о том, что Азербайджан никак не вводил ограничения в отношении Лачинского коридора, которые распространяются его властями, просто неправильно и отражают обычный подход в обвинении жертвы этой страны в попытке отрицать собственную ответственность за серьезные нарушения существующих международных обязательств. Любые упоминания экологических беспокойностей – это просто фальшивый предлог, чтобы оправдать дальнейшее лишение населения Нагорного Карабаха, их средств к существованию и лишить их основополагающих прав, что и является серьезным нарушением международного пакта об экономических, социальных и культурных правах наряду с другими основополагающими международными документами. Иронично то, что хорошо известным фактом является то, что когда речь идет о гражданских и политических свободах, Азербайджан стоит на одном из самых низких мест в рейтингах демократии в мире, поскольку в нем существует доказанная история подавления протестов и десятки политических заключенных, которых наказывают за право на собрание. Идея о том, что могут существовать активисты из гражданского общества в Азербайджане, которые могут запустить такую кампанию такого масштаба без прямого надзора со стороны государственных властей, это маловероятно, как минимум, на самом деле под экологическим предлогом так называемые протестующие, как сообщается, высказывают требования, которые несовместимы с трехсторонним заявлением от 9 ноября. Господин председатель, нужно отметить, что текущая блокировка Лачинского коридора – это не только один изолированный прецедент, но лишь еще одна демонстрация систематического насилия, которое организуют азербайджанские власти с целью проведения этнических чисток среди населения Нагорного Карабаха. Ранее в этом году мы сообщали государственным членам о намеренных сыровью поставок газа Азербайджаном в Нагорный Карабах, что продолжалось в течение нескольких недель в тяжелых погодных условиях. Мы также обращали внимание членов Совета на то, что Азербайджан постоянно использует насилие в отношении армянских гражданских лиц, включая тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью, а также осуществляет психологическое давление на население в приграничных районах с помощью громкоговорителей и кибернападений при поддержке государства. Кроме того, в результате наступательной операции Азербайджана деревня Порух в Нагорном Карабахе подверглась этническим очисткам. Предстоящие обязательства, предстоящие обвинения от представителей Азербайджана относительно так называемых экологических беспокойностей. Если Азербайджану интересна независимая оценка экологической ситуации, то необходимо направить миссию ООН по установлению фактов для изучения этого вопроса. Что касается противопехотных мин, я должен отметить, что добыча и установление мин ограничивается территорией Армении исключительно в оборонных целях, поскольку Азербайджан регулярно угрожает занять силой и продолжает удерживать в условиях незаконной оккупации 140 квадратных километров циверной территории моей страны. Если бы Азербайджан был действительно заинтересован в съеблющей оценке ситуации в Нагорном Карабахе, он бы не отказывал международному сообществу в доступе к этому региону. Напоминаю о том, что во время и после крупномасштабной агрессии Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха весной 2020 года и Армении Нагорный Карабах поддержали визит межучреченческой миссии ООН, возглавленной управлением ООН по координации гуманитарных вопросов при участии других учреждений для того, чтобы дать ООН, а также международному сообществу в целом всеобъемлющую картину гуманитарной ситуации, ситуации с безопасностью и правами человека в Нагорном Карабахе. По сей день препятствование безопасному и беспрепятственному доступу международного сообщества к Нагорному Карабаху имеет единую цель создавать обстановку, в которой ложь и вымыслы могут и далее распространяться. Еще раз хотел бы подтвердить готовность Армении содействовать гуманитарному доступу для направления миссии для установления фактов на места. Председатель, коллективное обязательство ни о ком не забыть, так и не выполнено для народа Нагорного Карабаха. В настоящий момент 120 тысяч человек, включая женщин, детей, стариков, находятся в заложниках у Азербайджана из-за политики государственного запугивания гражданских лиц. Их представитель здесь сегодня представит нам новую очередь лжи и обвинений для того, чтобы прикрыть грубые массовые нарушения прав человека под предлогом протестов, организованных так называемыми гражданскими активистами. Азербайджан продолжает игнорировать постановления международного суда о временных мерах, принятых согласно Конвенции о ликвидации расовой дискриминации в отношении Азербайджана в декабре 2021 года в связи с гуманитарными обязательствами в отношении армян, а также необходимости пресекать антиармянскую риторику, в том числе на уровне государственных должностных лиц. Провокации о агрессивном поведении Азербайджана не идут на спад. Они говорят о том, что в отсутствии больших мер подотчетности, включая применение санкций, агрессор будет и дальше испытывать стойкость и решимость международного сообщества и Совета безопасности, который должен поддерживать, выполнять главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности, согласно уставу ООН. Уважаемые члены Совета безопасности, заявление Азербайджана о том, что он использует на Горно-Карабахские конфликты массовым использованием силы, устранение всех коллективных прав народа Нагорного Карабаха и даже ликвидировал само название этой территории, населенной армянами в течение тысячелетий. Это признак, предупреждающий нас о политике геноцида. Азербайджан заявляет, что Нагорно-Карабахский конфликт, который обсуждается в международном сообществе уже 30 лет, стал внутренним вопросом, который они могут решать сами. Факт действий Азербайджана, включая коллективное наказание всего населения Нагорного Карабаха, говорит об обратном. Дальнейшее участие международного сообщества – это единственная возможность гарантировать права и безопасность народа Нагорного Карабаха. Мы осознаем тот факт, что есть глубокие разногласия среди членов Совета относительно нынешнего крупного кризиса в Европе. Мы также понимаем, что из-за растущих проблем с энергоносителями некоторые члены международного сообщества готовы более тесно сотрудничать с Азербайджаном, который является экспортером углеводородов. Мы убеждены, однако, что такое взаимодействие не должно ставить под угрозу ценности и принципы правосудия, гуманности, достоинства и свободы. И это сотрудничество не должно осуществляться за счет фундаментальных прав человека и физической безопасности народа Народного Карабаха. Мы призываем Совет Безопасности ООН принять действие для того, чтобы потребовать от Азербайджана полностью соблюдать положение трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, незамедлительно и безусловно разблокировать Лачинский коридор, устранив все препятствия для безопасного и беспрепятственного транспортного сообщения, направить миссию для установления фактов в Нагорный Карабах Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на местах, обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ к учреждению ООН в Нагорном Карабахе. Армения призывает Совет Безопасности выполнить свою ответственность за поддержание международного мира и безопасности и принять надлежащие меры и решительно осудить агрессивные действия Азербайджана, которые представляют экзистенциональную угрозу народу Народного Карабаха и угрожают их праву жить свободно в достоинстве без страха внешнего угнетения. Я благодарю представителя Армении за заявление. Далее я передаю слово представителю Азербайджана. Господин председатель, Азербайджан выражает глубокое сожаление в связи с тем, что Армения использует Совет Безопасности для организованной государством компании манипуляций, искажения фактов и их фальсификации. Совет Безопасности был учрежден, чтобы быть хранителем устава ООН и международного права. Уважение к суверенитету и территориальной целостности государств и невмешательство в их внутренние дела – это креугольные камни этой работы. В то же время абсолютно неприемлемо, что Совет Безопасности вновь и вновь используется определенными силами для того, чтобы посягать на суверенитет и территориальную целостность моей страны. Прежде всего, начну с некоторых важных разъяснений относительно терминологии, поскольку ее точное использование принципиально важно для надлежащего соблюдения суверенных прав и ответственности государств согласно Уставу ООН и нормам международного права. Первое. Нельзя отрицать, что лишь географические названия, определенные легитимными и компетентными национальными органами в отношении их суверенной территории, должны признаваться и использоваться в организации объединенных наций. Таким образом, стоит напомнить, что то, что Армения и некоторые члены Совета ошибочно называют Нагорным Карабахом, это международно признанная суверенная территория Азербайджана, которая находилась в условиях незаконной оккупации со стороны Армении почти 30 лет. Подчеркиваю, почти 30 лет оккупации со стороны Армении. Это последовательно подтверждалось резолюциями Совета безопасности 822, 853, 874 и 884. Юридическое название этого района Азербайджана – Карабахский экономический регион или Карабахский регион. Более коротко. Во-вторых, что касается ситуации вокруг Лачинской дороги, Азербайджан решительно отвергает все заявления Армении. Они являются ложными, ничтожными и недействительными. Лачинская дорога находится полностью в Азербайджане, в Лачинском округе. Этот округ подвергся вторжению и оккупации со стороны вооруженных сил Армении в мае 1992 года. Население Лачина. Более 77 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и собственность, а город и прилегающие деревни были разграблены и сожжены армянскими вооруженными силами. После 44-дневной войны два года назад, согласно пункту 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Лачинский округ был возвращен Азербайджану. Азербайджан заявил об обязательстве гарантировать безопасность людей, транспорта и товаров, перемещающихся по Лачинской дороге. Ни правительство Азербайджана, ни протестующие активисты не блокировали Лачинскую дорогу. Режим передвижения людей, товаров и транспорта по этой дороге не изменился. Миротворцы продолжают выполнять обязательства по защите этого маршрута. Видео в социальных сетях показывают беспрепятственный проход различных типов транспортных средств, включая машины скорой помощи и гуманитарные колонны. Заявления о якобы гуманитарных последствиях данной ситуации также не соответствуют действительности. Это не что иное, как еще одно проявление манипуляции со стороны Армении данной ситуации для явно негативных политических целей. Нет никаких препятствий для доставки товаров, для использования местных жителей или нет проблем с доставкой важнейших медицинских услуг. Поскольку данный вопрос был поставлен на рассмотрение Совета, хотел бы воспользоваться возможностью и информировать членов Совета о ходе событий, которые в конечном итоге привели к тому, что группа от гражданского общества организовала демонстрацию на Лачинской дороге. Таким образом, нарушение пункта 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, более лет назад Армения отказывалась полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования и прекратить незаконную военную активность на территории Азербайджана, где временно развернут российский миротворческий контингент. Говоря о гуманитарной важности Лачинской дороги, Армения в то же время активно использовала ее для военных целей, в том числе для ротации персонала вооруженных сил и для перевозки оружия на эту территорию при четком нарушении международного права и пункта 6 трехстороннего заявления. Кроме того, в нарушении пункта 1 трехстороннего заявления, где содержится обязательство сторон прекратить все боевые действия, Армения не только отказывается предоставить все карты сотен тысяч мин, которые она неизбирательно заложила на территории Азербайджана во время оккупации, но также заложила новые мины на территории моей страны в постконфликтный период. Таким образом, с августа этого года более 2700 мин, произведенных в Армении в 2021 году, были обнаружены на суверенной территории Азербайджана. Очевидно, эти мины были перевезены из Армении по Лачинской гуманитарной дороге, так называемой. В среду 7 человек получили ранения, 1 человек погиб из-за взрыва мины в Кальбаджарском округе Азербайджана. Район, где произошел инцидент, находится далеко от бывших линий соприкосновения. Мины были установлены там в ходе вывода вооруженных сил Армении из Кальбаджарского округа согласно условиям пункта 6 трехстороннего заявления. В общей сложности после подписания трехстороннего заявления 276 граждан Азербайджана стали жертвами мин. 46 человек погибли, включая 35 гражданских. Вывод очевиден. Армения пытается нанести максимальный человеческий ущерб для того, чтобы помешать массовым проектам восстановления Азербайджана на освобожденных территориях и помешать восстановлению сотен тысяч ВПЛ в свои дома. Кроме того, Лачинская дорога также используется для незаконной торговли минералами и другими ресурсами с территории Азербайджана, где находится российский миротворческий контингент. Проблемы не на права. Азербайджан неоднократно поднимал ее и привлекал к ней внимание международного сообщества. Есть неоспоримые, хорошо задокументированные доказательства, которые говорят о масштабной незаконной экономической активности на бывших оккупированных территориях Азербайджана при грубом нарушении норм международного права. Из 151 месторождения минералов на этой территории, которые были выявлены до оккупации, 52 объекта подверглись разработке впервые в период с 1993 по 2020 год. Кроме того, ряд добычных операций до конфликта были расширены и активизировались. Помимо того, что это незаконная разработка природных ресурсов суверенного государства, добыча проводилась при неадекватном экологическом надзоре, в том числе при отсутствии работ по восстановлению объектов, при грубом пренебрежении экологическими и техническими стандартами. Это вызвало экологические последствия, в частности, обезлесение и эрозию почв, загрязнение осадками рек и химическое загрязнение воды, почвы и биоты. Таким образом, для всей азербайджанской общественности разграбление нашего суверенного национального богатства, а также экологические последствия этого разграбления – это легитимный источник обеспокоенности с ноября 2020 года незаконная разработка минеральных ресурсов в районе временного развертывания миротворцев, в особенности месторождений золота Гизалубак и меди Демирли, не остановилась. Напротив, расширилась. Помимо того, что это само по себе незаконно, эта активность вызывает серьезный ущерб для окружающей среды, вызывая загрязнение района и разрушая хрупкую экосистему. К сожалению, несмотря на тот факт, что была согласована с командующим миротворцев дорожная карта 10 дней назад, группа неопознанных лиц помешала должностным лицам от Министерства окружающей среды и природных ресурсов Азербайджана. В государственной службе по делам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана и компании АзерГолд провести инспекцию на месте минеральных месторождений и оценить потенциальный экологический ущерб и риски, включая последствия для подземных и наземных водных ресурсов. Этот инцидент вызвал возмущение общественности и вылился в мирные протесты экоактивистов на Лачино-Шушской дороге, которые продолжаются по сей день, в то время как комитетные органы Азербайджана по-прежнему не получили доступ к данным объектам. Согласно трехстороннему заявлению, Лачинская дорога должна использоваться исключительно для гуманитарных целей. Злоупотребление этой дорогой для других целей, в том числе для незаконной военной активности, в частности для установки мин или незаконной торговли природными ресурсами Азербайджана, это материальное нарушение трехстороннего заявления. С этим нельзя терпиться, мириться. Азербайджан и далее будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность, и права, и безопасность своих граждан всеми имеющимися средствами в соответствии с положениями Устава ООН и международного права. В частности, Азербайджан стремится гарантировать своим гражданам армянского происхождения права и свободы, которыми пользуются все граждане Азербайджана на равной и недискриминационной основе в соответствии с Конституцией, законодательством и международными обязательствами. Это внутренний вопрос. И Азербайджан не допустит внешнего вмешательства. Азербайджан предпринимает последовательные шаги для содействия диалогу с местными армянскими жителями, как это происходило и во время строительства новой Белочинской дороги и в связи с разработкой Сарсангского водного резервуара. Такие контакты должны и далее поддерживаться и поощряться. Однако, очевидно, что в Армении некоторые третьи страны испытывают все больше дискомфорт из-за позитивных событий на местах и прибегают ко всем типам провокаций для того, чтобы повысить градус напряженности и подорвать зыбкий процесс нормализации. Недавнее направление печально известного бизнесмена Рубена Барданяна в Карабахском регионе Азербайджана, который не имеет никакой связи с регионом и напрямую участвует в незаконной разработке природных ресурсов Азербайджана, а также активизации дестабилизирующих действий внешних игроков, это явное тому подтверждение. Председатель, Азербайджан привержен региональному миру стабильности и развитию. Развитие и создание добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном – это ключевое условие для построения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа через полномасштабную региональную нормализацию. Позиция Азербайджана в этой связи четкая, принципиальная непоследовательная, она построена на нормах международного права и установившейся международной практики. Именно Азербайджан сразу после завершения конфликта инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения к суверенитету друг друга и к территориальной целостности сторон в рамках международно признанных границ, в том числе и через подписание мирного договора на основе этих принципов. Мы вновь подтверждаем наш призыв к международному сообществу убедить Армению откликнуться на предложение Азербайджана, выполнить свои международные обязательства, положить конец незаконной активности, отказаться от территориальных притязаний и политических и военных провокаций и остановить агрессивную риторику и действия, возместить ущерб, нанесенный Азербайджану и добросовестно подключиться к прямым переговорам для выхода на мирное дипломатическое решение всем проблемам, касающимся межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы еще раз призываем третьи стороны воздерживаться от односторонних действий и заявлений, которые подпитывают реваншистские настроения Армении в ущерб новых перспектив региональной нормализации. Спасибо. Я благодарю представителя Азербайджана за заявление. На этом список ораторов исчерпан. Заседание закрывается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова